Здравствуйте! С вами Азрит Аркенов. Это программа «Здесь и сейчас». В эпоху глобализации, цифровизации, когда мир меняется семимильными шагами, вопросы воспитания детей стоят особенно остро. Как воспитать детей в современных реалиях, расскажут наши специалисты. У нас в гостях Шевченко Мариана Евгеньевна, директор по развитию Национальной родительской ассоциации и руководитель Всероссийского консультационного центра для родителей «Новая линия родительского роста». И также Светлана Байрамкулова, руководитель автономной некоммерческой организации общего и дополнительного образования «Поколение НЕКСТ» и председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки Карачао-Черкесской Республики. Здравствуйте! Добрый день! Ну, для начала о работе центра, как работает, куда обращаться, для кого оно и что можете в общих чертах об этом нам сказать? Наш центр, Всероссийский консультационный центр, создан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Мы работаем в рамках федерального проекта «Современная школа» «Национального проекта образования». В отличие от многих других центров, созданных в рамках этого большого проекта, наш центр носит статус Всероссийского. Это значит, что любой родитель из любого региона может обратиться к нам по любым вопросам, касающимся, и совершенно бесплатно, по любым вопросам, касающимся воспитания и образования ребенка. Можно это сделать онлайн, на сайте ruroditel.info, можно записаться по телефону горячей линии 8 800 2138, а также есть возможность прийти и получить консультацию очно в одном из 20 регионов, в которых есть и один из них, этот регион, мне очень радостно, что уже второй год мы работаем. Здесь есть представительство центров Карачаева, Черкесии. И можно прийти, записаться и уже с глазу на глаз переговорить со специалистом по любым вопросам. Помощь и психологическая, и юридическая, то есть там... В основном, да, в основном это касающиеся вопроса детско-родительских отношений. Да, сейчас, поскольку меняется такая тематика, расширяется тематика запросов, в том числе обращаются и за юридическим сопровождением. Если у вас ребенок, причем можно обратиться родителям детей от нуля до 18 лет, а также тем родителям, которые только планируют взять на воспитание ребенка. И поэтому, когда мы открывали центр, мы смотрели, открывали наше региональное представительство, чтобы было максимально разнообразие специфики работы в самих регионах. Кто-то специализируется, вот как Светлана, на работе с особыми детьми, кто-то специализируется, как, например, у нас в Ярославле, с детьми, которых только еще возьмут в свои семьи. То есть, чтобы палитра была такая разнообразная. Плюс мы открыли возможность, почему он еще называется всероссийский, каждую неделю эксперты. Здесь уже не только юристы, не только психологи, и специалисты по сну, по питанию, по семейному бюджету совершенно бесплатно оказывают консультации. В прошлом году у нас более даже была так тяжело налажена работа, потому что люди очень так вот стеснялись обращаться и открывать свои темы. Действительно стеснялись задать вопрос определенный, в котором они нуждались, в котором нуждались, в ответе которого. Но вот в этом году у нас более, конечно, стали обращаться, более открыто, что ли. То есть вот наши специалисты завоевывают доверие, потому что, во-первых, задать свой вопрос, это надо еще доверять человеку, что этот человек, ты будешь знать стопроцентно, что это завтра нигде не будет раскрыто, если это какой-то личный вопрос. Но если это вопрос, касающийся многих семей, то есть это такой общий вопрос воспитания или какой-то юридический вопрос, который, в принципе, касается большинства семей, тогда такой вопрос мы выносим на, скажем так, мы делаем обобщение этого вопроса, и ответ он идет, вот, например, было очень много вопросов по выплатам. Они действительно прям какой-то бум был этим вопросом, и мы уже связывались, у нас юрист, мы на соглашение с нашим юрбюро, и наши вот юристы, вот они действительно разъясняют, да, ребят, вот так, вот так, вот здесь положено, здесь не положено, вот здесь по вот этим причинам вам отказано. Ну, вот это большая работа даже поэтому. А по остальным темам, касающимся более личного характера, конечно, нам еще вот надо тоже вот работать и привлекать, и, скажем так, может быть, даже доказать родителям, что в этом ничего страшного нету. Это можно и нужно задавать эти вопросы специалистам, чтобы во благо наших же детей. Вот подход воспитания к этой конкретной тематике, вот 20 лет назад, 30 лет назад и сейчас, он уже точно не подходит. Потому что, если раньше можно было детей как-то огородить, как-то скрыть, как-то вот проследить, то сейчас в мир цифровизации, в мир шаговой доступности, когда, в принципе, можно найти все, что угодно, то сейчас это в разы сложнее, и здесь хочешь, не хочешь. Ребенок даже порой может научить чему-то новому родителей. Есть такое, конечно. И это, и я считаю, например, что это такая, так и будет даже проблема. А центр существует два года, молодой центр. Так, поделитесь статистикой, а сколько примерно уже оказали помощи, чем можем похвастаться? Что мы уже сделали? В прошлом году, я думаю, что и в этом году будут те же самые показатели, в прошлом году у нас было 100 тысяч консультаций. 100 тысяч. 100 тысяч за год? Да, да. У семьи есть возможность прийти не по одному разу. Понятно, что это не бесконечная история. Лимита нет. Есть, есть лимит. Порядок там 4-5 раз можно обратиться, потому что, как правило, действительно, вот и Светлана об этом сказала. К сожалению, у нас сейчас в обществе нет такого, уже вот благодаря тому, что Национальная родительская ассоциация, директором которой по развитию я являюсь, мы много лет, вот уже 9 лет, мы идем, и наш основной посыл, родительству стоит учиться. Родительству, как любой другой, а может быть, даже самой сложной профессии, надо учиться. Есть определенные компетенции, которыми должен обладать родитель. Тем более, с такими новыми, абсолютно современными детьми, они рождаются уже другими, у них ДНК другая. Это дети действительно эпохи цифровизации. И мы не можем со своим бэкграундом, с ними продуктивно, если мы хотим действительно оставаться для ними авторитетными, а не авторитарными людьми, если мы хотим с ними быть не на какой-то маленький период времени, когда они от нас сбегут, а долго быть рядом с ними на протяжении жизни. Нам надо учиться, и учиться этому каждый день. И очень хорошо, я очень рада, я вижу, как действительно растет динамика посещений, как растет доверие в каждом регионе. И мы стараемся, вот мы в прошлом году открыли, мы постарались в этом году сохранить наше региональное представительство, потому что я знаю, как долго нарабатывается действительно доверие к организации, прийти, задать вопрос, открыться. Более того, родители не всегда готовы сформулировать вопрос. И специалист пока дойдет, что на самом деле беспокоит, потому что мама может прийти вся растормошенная, на самом деле ей просто надо поспать. Ей просто надо поспать. Первопричина банальна. Совершенно верно. Но это надо увидеть. И похвастаться, но мне кажется, это наша гордость. Гордость это, конечно, эксперты, которых больше ста специалистов в каждом регионе. Мы отбираем, они все у нас есть на сайте. Они консультируют. Психологи в основном. И очно. И это и логопеды, и психологи. У многих есть высшее педагогическое образование. Мы стараемся полностью, в такую, знаете, палитру всех максимальных запросов. То, что не хватает в регионах, каких компетенций. У нас есть методический совет, в который вошли лучшие эксперты Российской Академии образования, лучшие физиологи, лучшие психологи, действительно. Специалисты по кризисным состояниям, потому что ситуация, например, вокруг суицидной тематики, она не менее специфическая, я вам скажу. К ней тоже невозможно подойти. А вот эта растущая статистика и страх вокруг некоторых тем, которые есть у родителей, мы как раз и снимаем эти барьеры информационные, психологические, самыми разными способами, в том числе и онлайн. И поэтому я действительно приглашаю присоединяться к нашим прямым эфирам. Их можно посмотреть в записи. Всегда можно оставить свой запрос после того, как прошел прямой эфир, написать свою ситуацию. Пожалуйста, сделайте это анонимно. И получите конкретный ответ на свой конкретный вопрос. Это уникальная возможность. Светлана, какова статистика нашего региона? У нас в прошлом году было около тысячи консультаций, а в этом году уже за первое полугодие полторы тысячи консультаций мы оказали. О, как набирают обороты. Так, ну а какую оценку можете поставить нашему представительству? Кстати, вопрос, почему вот название «Новая линия родительского роста», а вот представительство наше и название совсем другое? Нету путаницы здесь у людей, не будет? Нет, 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 нет. Уже многие как раз в регионах и привыкли, и знают, куда обращаться. И мы всегда используем уже наработанный потенциал региона. Поэтому я знаю, как ценят, уважают Светлану и работу ее команды в регионе. Поэтому мы приглашали, то есть, да, пригласили принять участие в нашем проекте и стать частью большой команды. Поэтому, да, новая линия родительского роста для всех, но в каждом регионе есть свое название. И это хорошо. Так, ну вы также, Светлана, занимаясь и будучи руководителем Центра детей с ограниченными возможностями здоровья «Мой ангел». Наверняка на себе знаете, как наш кавказский менталитет. В основном многие тоже любят скрывать своих детей. Максимально спрятать, максимально не показать публике и лишить их социализации. Вот с этим же у нас тоже большая беда. Да, безусловно, беда. И я вот даже могу сказать, я думаю, что сотрудники подтвердят, в 2014 году, когда мы «Мой ангел» создали, мы были первые, наша семья была первая, кто сказал, что да, у нас есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья. И да, это наш любимый ребенок. И мы хотим сделать для него жизнь такой, какой он заслуживает. То есть эта жизнь должна быть полноценной. И инвалидность ребенка – это не приговор, и это не повод закрыть его в четырех стенах, это не повод стесняться его, стыдиться тем более. Тем самым, унося ему еще больше травм. Конечно, конечно. И наш ребенок будет полноценно, он социализированный, он общается, да, он общается по-своему, он общается больше эмоционально, чем речево. Ну, в любом случае, общение, оно есть. И поэтому вся, и, конечно же, работа «Мой ангела» была направлена на создание вот этих условий для именно социализации, реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот именно по деятельности консультационного центра я сама лично больше консультирую, конечно, семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Будь то оформление инвалидности, образовательные вопросы, касающиеся детей-инвалидов, реабилитационные вопросы, медицинские вопросы. Вот обращаются с разными вопросами. У нас, скажем, ну, недостаток, наверное, все-таки инфраструктуры, да, по социализации, реабилитации детей, вот он, этот недостаток и вызывает вот множество вот таких вопросов. Наш центр находится на базе организации «Поколение Некст» по адресу Космонавтов 41 и всех желающих, кто, если хочет получить консультацию прям вочно, можно даже прийти. Конечно, у нас есть предварительная запись, но в любом случае можно прийти и записаться, и на прием, и озвучить первоначально свой вопрос, и записаться уже к профильному специалисту Космонавтов 41. А телефон можем озвучить? Да, 8-928-392-0006. Записывайте. 928-392-0006. А в основном наша организация «Поколение Некст», вообще, я могу похвастаться немножко, у нас два выигранных гранта. Первый грант – это президентский фонд культурных инициатив «Талантливое лето». Федеральный грант. Да. Здорово. Да. Фонд культурных инициатив – это «Талантливое лето» – программа инклюзивного развития, творческого развития детей в летний период. Мы его реализуем совместно с библиотекой, с нашей библиотекой детской. И программа вообще заключается в том, чтобы создать условия для творческой самореализации детей именно в летний период. Потому что мы все время говорим, что наши дети в гаджетах. В гаджетах. Ну, а где наши условия созданы для наших же детей? Чтобы их завлечь, мы должны их заинтересовать. Соответственно, наша программа, она рассчитана на 6 месяцев. У нас в рамках программы проходят мастер-классы по фотографированию, по декоративно-прикладному искусству, по художественному направлению. Также у нас проходят встречи. У нас недавно была в гостях российская известная писательница Тамара Крюкова, которая провела встречи. У нас тоже была в гостях? И она провела встречи. Она провела встречи с малышами, провела встречи с подростками. Мне очень понравилось, как отреагировали подростки, которые, я вам скажу честно, подростки стесняются озвучивать то, что они творят, то, что они пишут, пишут стихи, пишут рассказы. И они об этом вот не говорят. Они стесняются этого. Вот Тамаша Милевна, она очень такую прям встречу провела. И ребята, большинство детей в зале подняли руки, что они творят. Кто-то творит рассказы, кто-то и картины пишет. То есть у нас творческие дети. И это очень радует. Также Тамаша Милевна провела и в Донбай, и в детском лагере тоже встречу. Там дети прям заинтересованно слушали. У меня есть фотографии, на которых я смотрю, дети просто, они горят, светятся. И им это очень интересно было. Ну, это один проект. И второй проект у нас также выиграл президентский фонд, президентский, фонд президентских грантов. Проект Сенсориус называется. Это программа именно сенсорного развития детей с ментальными нарушениями. Будет реализация на год. И если есть среди зрителей с детьми с ментальными нарушениями, мы тоже приглашаем обратиться на Космонавтов 41, чтобы мы могли записать и для участия в этом проекте. Все услуги, все предоставляется, естественно, все бесплатно. Все бесплатно. Все бесплатно. Номер вы записали, надеюсь. Так, Марьяна, вы как психолог, ответьте на вопрос. Светлана сказала, что дети робкие, боятся, стесняются о себе заявить. Проблема кроется в гаджетах? Нет. Просто мне казалось, в мое время мои ровесники, одноклассники были в этом плане поувереннее. Нет? Или мне так кажется? Дети современные, несмотря на то, что они, кажется, такие, может быть, даже более свободные, чем такие... Приспособленные к жизни, всезнающие. Иногда даже распущенные. На самом деле, они очень, они очень робкие. Они боятся, страшно боятся быть непринятыми, непонятыми. Они очень боятся критики, боятся осуждения. И пару-тройку раз, получив, точнее, сказать, не получив признания, малый там нарисовал цветочек, пришел, принес. А родители же, мы же все набегу, набегу, набегу. Один раз сказали, ну что ты тут за дуй нарисовал? Ну два, ну куда ты там, какая работа техника? Какие тебе эти криптовалюты? Ну поди займись делом. И все, он один раз подойдет, второй раз подойдет, он больше не подойдет. И он будет писать в стол в лучшем случае. А иногда это просто этот родник, который где-то у него там начинал бурлить, мы его взяли и очень жестко прикрыли своим невниманием. Или, может быть, даже какой-то вот критикой сказали действительно, ну что за дурь? Ну что это такое? И как раз удивительным образом, когда приезжает другой человек, когда, знаете, вот этот синдром попутчика, когда ты не боишься раскрыться, а такими талантливыми, вот действительно, когда идет встреча с писателями, с музыкантами, когда люди сами горят своим творчеством, и вот в этой атмосфере ребенок чувствует, а я расскажу, а мне можно, а мне тоже можно показать, как я творю. И он не боится, и он не боится здесь проявиться, и его тут же принимают. И тогда он хочет еще, и тогда он чувствует силы, что он может больше, больше, больше. А так, нет, гаджеты это мы придумали, что они наши враги, что они у нас воруют детей. А на самом деле, а какую альтернативу гаджетам мы-то родителям можем предложить? Что мы, о чем мы можем поговорить? Как мы можем провести время без гаджетов? Как мы сами можем провести время без гаджетов? Посмотрите на себя, мы же сами сидим по вечерам, и до ночи, и в кровати. А что мы хотим от ребенка? Всегда начинай от себя. С себя. А ребенок, он всего лишь посмотрит, что бывает альтернатива. Здоровая, интересная. И тогда его не надо будет ничему учить и воспитывать. Начинай и заканчивай собой. Здорово. У меня будет простой, банальный вопрос, но он мне кажется очень важный. Родитель должен быть другом для ребенка, либо должна быть такая субординация, и должен быть такой немножко страх, и на этом может основываться уважение. Или я очень стереотипно мыслю? Светлана отвечает, я. Можете по очереди. Вы знаете, одно время я была достаточно категорична в этом вопросе, и всегда говорила, ну, если я буду другом своему ребенку, то кто будет ему родителем? Так, интересно. Теперь уже со временем у меня с опытом, с двумя детьми, старше 19, младшему 12, мальчик. Интересный возраст как раз. Это очень интересный возраст, и я понимаю, что здесь, вообще, в родительстве, чем меньше категоричности, но больше последовательности, тем лучше. И тогда, да, какие-то моменты практически на равных, какие-то моменты уже, чем они взрослее, тем больше свободы, независимости, и, скорее, уже это в роли наблюдателя, и человека, который может, может посоветовать, если к нему обратятся за помощью. А в самом начале здесь, в начале пути, тут, скорее, больше заботы. Не опеки. Недавно у меня как раз был эфир гиперопека, болезнь современных мам, я сама его проводила. Это, конечно, да, перелюбленные, перезабоченные, перенянченные, совершенно верно, целое поколение инфантильных, бедных мальчиков и девочек. И здесь баланс. Да, да, дружить, но все равно чуть поодаль. Сначала немножко сверху, со стороны родительского опыта. Потом баланс, а потом уже все. Потом вы летите, а мы полюбуемся вашим прекрасным полетом. Вот на личном вашем примере, как удается всю эту практику, все эти знания, все эти правила, которые вы учили много лет, которыми вы делитесь с родителями, а потом приходится прийти домой вечером, уставшая, а здесь пошли проблемы. И как это все соблюсти и удержать? Вы следуете своим принципам? Я стараюсь. Давайте честно положаю руку на сердце. Я стараюсь. И, ну, конечно, ошибаюсь. И единственное, что меня спасает в эти моменты отчаяния, что опять что-то пошло не так, я говорю себе, стоп, я же знаю, как должно быть правильно. Завтра я точно попробую. Завтра я прям вот вообще у меня получится. Ну, завтра чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. Шаг вперед и два назад. Самое главное, ну, тут без отчаяния, без какого-то не сотвори себе кумира, в том числе и в родительстве, что есть какие-то идеальные мамы. Нет идеальных мам. Это только картинки и фотографии. Ни одна в жизни мама не просыпается с утра, не бежит на пробежку, а потом она еще и английским успела позаниматься, и мужа накормила, деточкам тут сварила, всех разнесла и развесла. Нет, мы все устаем, мы все срываемся. Разница только в том, что люди, которые, родители, которые хотят быть хорошими родителями, они все время учатся. Это профессия, которой можно и нужно учиться всю жизнь. И ты сегодня чуть лучше, ты сегодня чуть меньше наорал. Это уже большое, это очень большое достижение. Ты сегодня чуть мягче, чуть больше понял про себя и про своего ребенка, чуть дольше его обнал. Это счастье. Итак, актуальную проблему подниму проблема гиперопеки. У нас на Кавказе очень любят детей, очень многое для них делают, и 18-летние никого не отпускают. До 40 лет, до 50-ти могут сидеть на маминой шее и на папиной тоже. Как соблюсти этот баланс, при этом любить ребенка, но, чтобы потом он не принес проблем, чтобы потом он, оставшись один на один с обществом, с социумом, мог там себя чувствовать человеком, потому что проблема очень действительно у нас на Кавказе актуальная. Во-первых, с каждым возрастом надо давать как можно больше свободы, давать ребенку возможность ошибаться, проходить свой собственный опыт. Надо просто понять, что ребенок не твоя собственность. Более того, это твоя ответственность отпустить ребенка в 18 лет. Одно другое, во-первых, не исключает. Последовательность, кстати, о которой я говорила, что она очень важна в таких отношениях, это в том числе и строгость. Безусловно. Строгость в уважении к традициям, в уважении к предкам, к своей истории, к семье, безусловно. Строгость, но в разумных пределах. И с каждым годом все больше и больше свободы. Дома, даже у маленького ребенка, всегда должна быть возможность набить собственные шишки. Он должен прожить свой собственный опыт. Он в следующий раз туда не пойдет. Пусть он ударится, пусть он получит двойку и ее переживет. Очень большая проблема. мы не даем детям эмоционально раскрываться. Ребенок заплакал, у нас тут же новая игрушечка. Мы не даем им пережить опыт негативных эмоций. И в результате 18-20-40-летние мальчики, не приспособленные к жизни, они не знают никак зарабатывать деньги, никак нести ответственности за свою женщину. А какой опыт они могут передать тогда детям? И я могу сказать только одно, посмотрите, пожалуйста, без лишней скромности, мой большой часовой эфир. Я все причины разложила, все последствия, к чему может привести гиперопека. К сожалению, я могу об этом говорить бесконечно. И четко, по шаговой инструкции, что нужно делать в каждом возрасте, чтобы не допустить гиперопеки в собственной семье. Марьяна, я пользуясь случаем, наверное, будет нагло, но озвучу свою личную историю, и мне нужен будет ваш объективный комментарий. Вот наш отец, его, к сожалению, нет давно в живых, он нас воспитывал довольно строго, но как только нам с братом исполнилось 18 лет, он сказал, все, дальше делайте, что хотите, но если вы принесете домой проблему, вы все эти проблемы будете решать сами. То есть, с тех пор, как табу, как главное правило по сей день у нас вот сознание это есть, и как-то нас это от многого до сегодняшнего дня, по крайней мере, как-то нас ограждало. Вот правильный такой подход или нет? Путем такого, можно сказать, страха, что ли? Мне вас надо знать чуть побольше и получше для того, чтобы оценить такой подход. Только вы на самом деле, только вы, не я, можете сказать, правильный ли этот был подход. Если вы сейчас абсолютно счастливы, свободны, если вы не боитесь ошибаться, если вы умеете обращаться за помощью и поддержкой, если вам ни за что не стыдно, если рядом с вами любимый человек, если вас устраивают, если у вас есть дети, какие у вас отношения, то значит, все в порядке. А если что-то беспокоит, то тогда да, тогда надо действительно, я об этом говорила, немножко возвратиться в свое прошлое, пересмотреть, отработать, если есть какие-то обиды, есть какие-то недоговоренности, потому что все мы родом из детства. И тогда уже в новой такой сборке идти в светлое будущее. Какие у нас сегодня интересные действия. Надеюсь, сегодня нас смотрят как можно больше зрителей и как раз пользуясь случаем, давайте, я понимаю, что в рамках нашей полчасовой программы не получится дать какие-то такие базовые наставления, какие-то рекомендации, но хотя бы чуть-чуть главные советы, какие вы могли бы пожелать жителям, короче, в Черкесии, молодым родителям и детям заодно. я, я, поскольку по образованию еще и коуч, то основной принцип и подход я окей, все окей. Когда я в порядке, когда мама в порядке, все дети будут в порядке, и муж будет в порядке, и дом будет в порядке. Поэтому, дорогая мамочка, займись собой, высыпайся, радуй себя, три радости в день, планируй такие же, как любые другие бизнес-дела, люби себя, корми себя, отдыхай, занимайся спортом, ходи на маникюр, все делай. Наполненная ресурсная мама, бесценный источник любви и для мужа, и для дома, и для детей. Все вокруг сразу станет совсем другим, когда сама мамочка будет в порядке. То есть, получается, первопричина проблем и одновременно счастья в семье кроется в мамах? И в папах тоже все. Берегите мам, дорогие друзья, это было шуточно. Относится, конечно, и к папе, обязательно. Папа тоже должен быть в ресурсе, в обязательном порядке. Я могу сказать все то же самое и про папу. Здоровый, крепкий, успешный папа, выспавшийся папа, работающий, зарабатывающий папа. Бесценное счастье в семье. К большому сожалению, наша передача подошла к концу. Я от чистого сердца хочу вам сказать, что сегодня я был не ведущим, а зрителем. Это для вас большой-большой комплимент, а для меня большое удовольствие. Спасибо вам. Спасибо вам. Очень взаимно. Спасибо. Это была программа «Здесь и сейчас». Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова